Не ходит на долгавский язык? Не хочу. А, уже ходит, да? Нет, он, получается, сегодня первый день у меня и сами наставал, и он был допущен. Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия. Матвейникова Екатерина Васильевна. У вас сколько детей ходит в школу? Ну, один ходит в Московскую область, мы перевели его на дистанционное образование, так как родные языки в школах, да, они, я считаю, препятствуют образованию, получению образования русскоговорящих детей. А, Екатерина, вы, наверное, больше всех знаете, да, какая сейчас ситуация в целом по Татарстану. Можете вот так сказать, какая сейчас ситуация, действительно, изучение татарского на безо? Вообще, во многих школах даже нет родного русского языка. Такие обращения к нам поступают, и я думаю, что с нового учебного года начнется новая волна по навязыванию татарского языка, потому что это уже видно и прозреживается. И прозреживается в СМИ, как говорят наши местные ученики, да, и о том, что готовятся какие-то учебники для русскоязычных детей, которые будут изучать татарский язык республики. То есть я подозреваю, что татарский язык будет навязывать. Но я вот для своего ребенка, да, и не хотелось, чтобы он получал свой не родные себе языки, потому что Путин вот сказал добровольно. И я вот как член антикоррупционной комиссии при Министерстве образования Республики Дорстан, да, и поддерживаю наших президента, и, скажем так, я первая, можно сказать, из первых, да, решила выполнить его поручение. И что мы получили взамен? Наших детей стали не аттестовывать. Два раза меня вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних, пугали ребенка, что не допустят ОГЭ. И только вот в последний день, 23 мая, да, уже вынуждена была я написать заявление на аттестацию моего ребенка в родном языке. То есть уже подходили сроки, когда ребенку надо было сдавать экзамен, а его не допускали. И поэтому перед этим показали списки, где моего ребенка не было. То есть, получается, это было давление со стороны школы, со стороны учителей, со стороны прокуратуры даже, у нас было круглый стол, да, в прокуратуре. Это было давление, я не знаю, вот всех местных чиновников, которые настроились против наших детей, для того, чтобы мы навязанно изучали неродные детей. Скажите, вот, ну, свою историю вы рассказали, да, а вот скоро может вступить в силу, да, в закон, который, в принципе, будет запрещать обязательное изучение любого национального языка в национальных республиках. Вот как вы к этому относитесь, да, и поможет ли это? Нет, почему запрещать? Его никто не может запрещать, если это будет именно право на изучение родных языков. Сейчас идет завязывание родных языков, которые, по сути, нам родными не являются. Поэтому, кто хочет изучать какой-то национальный язык, то, пожалуйста, добровольно, с письменного согласия родителей. И мы как раз мы вступаем за это, чтобы это было право, а не обязанность. А как вы думаете, не боятся ли татары, что если дадут такую возможность, допустим, выбирать, чем татар прислать? Ну, я думаю, что именно этого они и боятся, потому что к нам в горячей линии поступают сообщения не только от русских истечных граждан, да, но и жители республики Татарстан, да, и татары лично, которые не хотят изучать этот родной язык. И не потому, что он им как не нравится, да, а просто они поэтом на русский язык и не владеют в татарском языке. Подождите, вопрос. А может быть форма подачи татарского языка сейчас очень сильно хромает? Может быть вот это как раз-таки, то есть заканчивая один из классов, ребенок уходит и не знает ничего по татарскому, то есть не понимаете, не может сказать. Нет, ну судя даже по тому, как я в школе изучаю несколько лет, да, я, скажем так, могу, как поторонку сказать по свиданию. Я не думаю, что методики с того времени изменились, потому что мои дети тоже не владеют татарским языком, и даже если к ним подойдет какая-нибудь татарызычная бабушка, да, и спросит, куда им пройти, я сомневаюсь, что они ответят и так же по татарски, чтобы не помнить, как это сделают татарызычные школьники, да. Мои могут понять, наверное, по жестам и показать там какие-то, ну, татарские речи, они на протяжении 9 лет как не владеют, так и не владеют. И там, что я считаю, что для этого должна быть синтеза, да, это должно воспитываться символен, рождение. Я, честно говоря, очень уважаю родителей, да, которые идут, и вот у них маленький ребенок идет, и они с ним только на татарском языке, я говорю. То есть это воспитывается в семье, даже не в школе, не в садике, а это воспитывается в семье. Серега, Серега, давайте скидываем чуть-чуть. Вот так, свою историю, свою историю, а он обязан, ребенка. Давайте спаем. Вот, скажите, пожалуйста, вот вы... Мосов, да, сейчас сначала имя, фамилию, хорошо? Мосов, да, сейчас, 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 сейчас. Поехали. Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия. Смотрите на какие-то, я не знаю. Да, смотрите. Мосов, я только не знаю. Скажите, пожалуйста, вы за татарский или против татарского? Или все-таки вот, вот, принимаете позицию хрень? Потому что татарское неужен, но... Почему же я не против татарского? Я за добровольный выбор родных языков, изучение. Родители сами должны выбирать, какой родной для них является, и изучать этот язык. И более того, родители вправе выбирать, изучать ли им родной язык, или выбирать любой другой предмет для изучения. Потому что, то, что сейчас происходит на уроках родного языка, это, ну, можно назвать безобразием. Потому что, ребенок просто просиживает эти уроки. Хотя, как, за это время он мог изучать тот же русский язык дополнительно, тот же уроки математики. Еще раз, вместо этого родного, то, что сейчас происходит на изучении родного русского языка. Потому что нет ни программы, ни учебных, которые на них сейчас. А, что еще хочу сказать, что я сразу говорю, что я полностью поддерживаю новый законопроект, который целиком, полностью ложится на слова президента, сказанные ему в Иршкану Лея, о добровольном изучении родных языков и государственных языков республики. И последующие эти поручения, которые он поручил проверить, бездовольность изучения этих историй. А законопроект, который проводит уже законодательные указы, укрепляет его слова, чтобы не было иных фрахтовок на местах регионов добровольности изучения языков. А как вы относитесь к той фразе, которая будет здесь постоянно, в Катарстане, как на ключ с новостями, как на местах, постоянно говорят те, кто против этого законопроекта, о том, что живете в Катарстане и изучаете Татарстан? Я в первую очередь живу в Катарстане, живу в России, и мой родной язык это русский, и государственный язык России это русский. А опять же, кто хочет изучать татарский, он имеет полную возможность написать заявление и изучать татарский в школе. Может дополнительно, там, скультативно изучать, может ходить на какие-то курсы, и потом руководство Татарстана может проводить какие-нибудь лагеря школьные, там, летние, зимние, с татарским изучением. Пожалуйста, это никто же не запрещает этого делать. Дальше, более того, вот этот новый законопроект позволяет, например, термо-татарам, проживающим в других регионах, компактно, могут, они там у них, получается, возможность выбрать изучение родного для них татарского языка. А без этого законопроекта не было бы такая невозможности. А ваш ребенок ходит на уроки татарского языка? Нет, сейчас никто не ходит на уроки татарского языка. Нет, я понимаю, но ходили? А, конечно, ходили, как все, да. То есть вы выбрали тот рождение татарских? Нет, почему? Вы имеете в виду прошлые годы? Нет, не прошлые годы. А, нет, мы не ходим. А у них давление какое-нибудь было со стороны администрации школы? Ну, мы не выбирали изучение родного языка. Нам всем раздали заявление на выбор родного языка татарского или русского. Мы отказались от выбора родного языка изучения, потому что мы хотели вместо этих уроков получить уроки, опять же, математики, лучше русского и хотя бы английского. Поэтому мы не выбирали его. Но мы ходили на родного медвейца, потому что он один в классе, и его некуда было оставить, поэтому он ходил. Но там они изучали просто, как бы, да, если так было один в ерунду, они изучали пословицы, поговорки, какие-то ребусы решают. Это учили, потому что? Да, да, да. Какие-то ребусы потом, кроссворды составляли, вот песок рисовали. Рисовали, вот они в втором классе рисовали рисунки там по сказкам детским. Не знаю, почему это что-то дает. Поэтому мы бы хотели получать другие медвейцы. Закон проекта может быть на проекте изучение родных языков. Это уже не обязательная часть, а вариативная часть. Это позволяет родителям выбирать изучать этот родной язык или выбрать себе другой предмет для изучения. Поэтому я кладу, что других регионов в развитии всей вариативной части, то они могут любить изучение родного языка. Дайте, скажите мне, пожалуйста, мне интересно задавайте вопрос. Ведь вопрос не вчера возник. Вопрос не вчера возник, мы с вами понимаем. Да, это вопрос обсуждается уже несколько лет. Больше 10, наверное, да? Больше. Все так. Вот смотрите, больше 10 лет этот вопрос обсуждается, раньше не слышали вас, да? Вот вы пытались как-нибудь, чтобы ваш ребенок... Да, нас не слышали. Вообще. Дело в том, что с младших классов, я это сужу по своей, моему старшей дочери, с младших классов изучение татарского, насколько я помню, младших классов, то и 5 часов в неделю было. В отличие от русского, им было 34. Вот. В данной ситуации мы себя чувствовали просто оторваны от Российской Федерации. Потому что там изучали русский язык, там изучали предметы, те, которые реализовывали потребности детей, которые были им интересны. И школы давали возможность. Наши в Харстане такое возможность мне давали. Я помню, даже суды были по этому поводу, и все суды были пройдены. Ну, насчет судов я не могу сказать, то есть эту тему я не владею, поэтому я могу осказать для себя. Вот, что касаемо татарского языка. Было поручение Пруссу, была проверка генеральной прокуратуры. Могу сказать конкретно свою ситуацию. У нас не поменялось ничего. Поменялось название предмета, оно стало родной язык. Собрали заявление на выбор родного языка. Никто не спрашивал, хотим мы его изучать, нуждаемся, есть у нас в этом потребность. На спрос поставили перед фактом, что мы должны выбрать родной язык. Мы его выбрали, как и примерно 10 человек из нашего класса. Определили, что родным языком нас является русский. После этого вместо русского языка Англия продает татарскую литературу. А мой вопрос, почему предметы продаются на русскоязычные? Вот сейчас директор нашей школы нам сообщили, что возможности преподавать русский нет, так как преподаватели русского языка отказываются преподавать в отсутствие методики, в отсутствие часов перегрузки учтения. А также в силу того, что преподавая нам русский язык, они дают нам преимущество перед теми, кто изучит татарский. Вот. Как бы ситуация уплатывая. Получается, что и многие родители татары, и многие директора школ или не хотят, или не могут позволить допустить такую ситуацию, что мы получим преимущество другими учащимся. И в то же время отказаться от этого языка мы тоже не можем. То есть ситуация какая-то очень странная. Более того, могу сказать, вот озвучить свою позицию. Мы не хотим изучать татарский язык, мы не хотим изучать родной язык, какой бы он ни был. Да, бы родным для нас является русский, и мы его в рамках учебных программ изучаем. Пополно это мы не нуждаемся. Но нас никто не слышит. Мы хотим быть наравне с учащимися из массовой инстанции в других городах. Мы хотим выбирать предметы, которые нужны нашим детям, которые нужны для их будущего, для выбора их будущей профессии. Как сказал Путин, все должны иметь равные стартовые возможности. Страна, как опять же было озвучено, нуждается в резком рывке в развитии. Никто, как подрастающее поколение этого рывка, не даст. Соответственно, чтобы это приводить, дети должны реализовывать себя, изучать те предметы, которые необходимы, и развиваться в нужном для них направлении. Текущая ситуация в Татарстане этой возможности не дает. Ну вот еще одно право произнесло, касается того, что говорят дети, которые защищают. Но ведь это же, как они говорят, о том, что знание языков не помешает, не помешает, да, это расширяет курговоры, это так, да. Я согласна. Вы знаете, в мире масса языков, они все расширяют курговоры. Просто время, к сожалению, 24 часа в день. И каждый вызывает ребенка, и ребенок вызывает в том направлении, в котором необходимо. Не все лингвисты, не все в состоянии озвучить оселить эти языки. Кто-то дигнает, кто-то больше любит физику, кто-то любит математику, кто-то вообще всю жизнь мечтал быть горником. И вообще не хочет учиться. Веб-про не дают. Вот у меня тоже занимается плавным, профессиональным. К сожалению, получается так, что не дополучая профильную математику и физику в школе, которая тебя предпринимает профильную математику, она вынуждена учиться в сверхучебную нагрузку, придем допустим, заниматься не 6 часов или 7 максимальных дешевых, а 7-8 уроков в день после этой бюджетной тренировки. Вы понимаете, что это усталость, что это издлостная. Ребенок не хватает, пусть не подать сил. Мы просим, чтобы было единое образовательное странство на территории одной единой страны, чтобы вся страна отучилась по одному единому учебному плану. В идеале это должен быть 5-дневный учебный план для всех абсолютно, который включает единый список предметов, минимально необходимый для того, чтобы получить типу. Все, а все остальные хотелки, пожелания, потребности и все остальное давалось дополнительно по письменному заявлению родителей. Больше мы ничего не просим. Последний вопрос. Мы понимаем, что депутаты Госдумы и вообще этот законный проект принимается из-за того, чтобы просто успокоить всех на места, чтобы вот это вот возняк, чтобы возняк все это прекратилось. Я правильно понимаю? И вы как успешник дорогая. Чтобы наконец... Мы его очень ждем. Дело в том, что мы вот... Я не хочу, чтобы у детей беспокоили. Я хочу, чтобы были единые требования к нам и к родителям, и к детям, и к главным самым требованиям школы. Чтобы они не занимались моим правством. Чтобы они не делали... Сейчас ситуация такая, что решит школа, что решит правильное образование, то и мы должны участвовать. Это, я считаю, неправильно. Это в форме, это из-за речения Кутина о том, что каждый должен реализовывать себя сам, что даже реализованы потребности детей, что должно быть единое образовательное пространство. Вот это все это противоречит. Могут подчеркнуть, если Кутин были созданы в мире, в России? Нет. Дело в том, что пожелания свои мы можем будет именно в качестве пожеланий. Наши слова, заявления и все остальное занимаясь не принимать никем. Видимо, единственный, кто в состоянии изменить ситуацию, это Путин. Но, к сожалению, пока и он пока ситуацию не прилагает. Мы же с ним. Все. Алексей. Алексей, вот, что он нас все равно. Алексей, мы очень слабо сняли. Сейчас мы с Алексеем делаем бомб. А, да? А, да, да, да. Хейл, ну сейчас уже по факту. Она скучка, говорит, что показала, что мы не по одному. Понятно. Сейчас, 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 сейчас. Мы расходим. Давайте мы последнее интервью, хорошо? А что мы все скажем? Ладно. Просто не все поставят. Сейчас, еще этот момент. Сударно правил мне не представились. Я вас забыл. Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия. Череватая Татьяна. Череватая. 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 Мы просто там для москвичей. У меня зовут Алексей Танасов. Алексей Танасов. Он хочет, что он? У меня все равно вопрос задавать, потому что я поехал. А, Алексей, представьтесь по-моему с Мартой. Он же сам приветствует. Меня зовут Татьяна Алексея Танасов. Да. Алексей, я знаю, что у вас даже вызывали, даже штрафом выписали за то, что ваш ребенок не посещал. Да, такое действительно имеет место быть. Выписали штраф, но впоследствии. Мы не будем как-то посчитывали за строительство районных судья, которые осуществляли, я не считаю, но оставил только в жизни. Поэтому МССБ... А штраф в каком размере и за что был? Штраф был в размере 200 рублей за ненадлежащее воспитание дочери. В беду того, что он был в США в уроке, в работе. В беду того, что он был в США, в США, в США, в США, в США. И еще один вопрос касаемо почему. Почему вы не ходите, чтобы ваш ребенок сейчас татарский? Ведь мы живем в Татарстане. Знаете, татарский язык в будущем просто не пригодится нигде. В российских вузах ни в одном нету потребности в каком-либо из национальных языков, которые присутствуют в Российской Федерации. Они просто не востребованы на уровне самой Российской Федерации. И еще один вопрос. Можете рассказать историю? Были ли какие-то проблемы у ребенка в связи с тем, что просто не ходил ребенок на уроки родного языка? Проблемы заключались опять-таки в том, что ее грозились не допустить ОВ, контестации не угрожали тем, что не переведут ее на следующую более высокую ступень обучения. И соответственно оставить на второй год. Поэтому, так же как некоторые другие родители в Казани и Кукульмы, мы вынуждены были написать заявление на промежуточную аттестацию, в итоге чего она была все-таки допущена к сдаче ОВ. То есть вы сейчас уже написали эту бумагу, да? Мы написали не на изучение, а на проведение промежуточной аттестации, что в принципе нам и школа провела. Ну как вы думаете, после законопроекта все, вопрос будет снят? Или это только такая перевалочная база, а потом все это опять поднимется? Я надеюсь, что законопроект по разных языках будет принят без поправок каких бы то лифт, каких бы то ни было. И соответственно в этом случае он снимет напряженность в этом вопросе. А какая поправка вот вас бы смутила? Любая поправка, которая бы отличалась от того, чтобы языки все-таки национальные изучались только исключительно по добровольному желанию родителей и с их письменного согласия. А вот как бы хотелось? Вот как бы хотелось в плане не только языка, например, чтобы татарский чем же был? Не родным языком же русском, где пословица поговорки и рассказать, что хотелось бы, чтобы родители могли выбрать из профильных предметов, которые мы неоднократно писали в заявлении с просьбой заменить родной язык на профильную биологию. Нам школа отказала, мы попросили заменить на профильную информатику. Опять пришел отказ. То есть, ну, любой профильный предмет, который, ну, пригодится ребенку в будущем, он должен. Больше интервью не будет. Ну, будьте в интернете потом укладываться. Ну, буду, конечно. Тогда начать с опозданием, ладно, после сюжета. Ну, что это дело, сюжет выйдет? Хорошо. Вот, я узнаю. Я тут не нужен. Ну, смотрите, да? Можете обняться, можете поздороваться, как хотите. Только границ интимной близости не пересекайте. Ну, куда рванули-то? Можете подходить? А, давайте. А кто куда идет? Ну, вы идите туда. Идите туда. Ну, что-то такое, ладно? Продолжение следует.